650 гектаров земли Харьковской громады, которой были переданы сотни весьма сомнительных кооперативов. Именно такой убыток громаде, по данным следствия, принесла схема ЖСК. Если проанализировать решение сессии, то легко можно убедиться в том, что раздавать бесплатные участки земли Кернес и Дубки начали, едва придя к власти. Правда, сначала речь шла не о многоэтажной застройке, а об индивидуальной. Причём вновь созданные ЖСК в основном получали участки в рекреационной зоне, в частности, в лесопарке. В 2008-2010 годах ситуация достигла апогея. Участки нарезались настолько плотно, что экологи практически ежедневно фиксировали новый забор. У нас примерно половина лесопарка уже роздана. То есть, огромными участками, иногда мелкими участками, снова огромными, там свыше 10 гектаров, свыше 30 гектаров. То есть, сейчас свыше 300 гектаров, то есть, примерно половина всего, что есть в лесопарке, роздано. Если вы зайдёте в лесопарк, вы увидите там непрерывные сплошные заборы. Именно название тех кооперативов, которые тогда фигурировали в решениях сессий, сегодня фигурируют в следственных и судебных документах. На участках же, выделенных местной властью, вскоре выросли коттеджные городки, где стоимость сотки земли доходит до 5000 долларов, и особняки близкого окружения градоначальников. В частности, самого Михаила Добкина, который получил участок благодаря тому, что его мать стала соучредителем одного из этих сомнительных кооперативов – ЖСК «Триумф», который также входит в следственный список. При этом тогда риторика руководителя муниципалитета была не такой, как сейчас. Тогда Кернес уверял, что выделение участков способствует как раз наполнению бюджета. «А вы всё начинаете, кому какой земельный участок отдали. Пока что, чтобы вы поняли, любой земельный участок, который передаётся в аренду, я подчёркиваю, в аренду, или передаётся в собственность, за собственность необходимо платить деньги, выкупая эту собственность. Это первое. Деньги поступают в городской бюджет, и вы слышали, что у нас сегодня есть дефицит в городском бюджете, в том числе для того, чтобы мы могли решить проблемы харьковчан». Однако уже тогда активисты выяснили, что если деньги куда-то и поступают, то никак не в городскую казну. Подавляющее большинство участков выделялись в собственность именно по схеме ЖСК. Просто сначала они распродавались третьим лицам, и на них строили частные дома. Вскоре эту же схему освоили крупные застройщики, и участки стали получать корпорации типа «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», «Авантаж», которые возводят коммерческое жильё. А Кернес к этому моменту уже резко изменил риторику. Вместо того, чтобы говорить о наполнении бюджета, скрывать то, что земля номинально выделяется бесплатно, уже не было смысла, заявил, что это единственный способ привлечь инвесторов. Строительство жилья – это приоритет для любого региона, для любого города. Там задействованы рабочие руки, там задействованы другие механизмы развития экономического. Сама же схема существует, потому что в земельном кодексе Украины до сих пор действует атовизм времён СССР. Статья 41, которая разрешает гражданам, которые стеснены в жилищных условиях, организовывать кооперативы и самим строить жильё. Органы самоуправления обязаны им в этом случае выделить бесплатно участок под строительство дома. Но, как подозревают в ГПУ, работники горсовета умышленно или нет, не делали главного, не проверяли законность основания создания кооператива в теме, кто подавал документы. В итоге, как свидетельствуют открытые источники, к 2010 году ближайшее окружение Кернеса, его коллеги по бизнесу и соратники по партии стали учредителями целой серии ЖСК, получивших не по одному участку земли. Это не ЖСК по своей правовой природе. Это, условно, частные структуры. Вот эти вот частные структуры, они маскируются под жилищно-строительные кооперативы, получают землю бесплатно, застраивают её и, соответственно, просто-напросто берут и продают потом квартиры в этих домах, которые они построили. При этом объёмы той земли, которая выделяется и, соответственно, стоимость этой земли, она составляет даже не миллионы, а миллиард гривен. И в результате реализации этих схем городской бюджет города не получает абсолютно ничего. Харьковчане тоже не получают бесплатного жилья, потому что это жильё, оно реализуется по коммерческим тарифам застройщиками. После 2014 года прокуратура всё же занялась схемой ЖСК, вернув часть участков. Присоединились к борьбе и активисты, которые добились в хозяйственном суде отмены двух решений выделения земли ЖСК и вернули их громаде. Однако оценить общий ущерб от использования схемы на протяжении многих лет практически невозможно. Прокуратура говорит о более чем 4 миллиардах гривен ущерба громаде, а активисты о сумме вдвое большей. Наша оценка ущерба для города, вот если более-менее рыночная, это приблизительно ещё раз говорю оценка, это порядка, если я не ошибаюсь, 8 миллиардов гривен, то есть если это рыночная стоимость земли у Розданной. Хочу напомнить, что строительство новой станции метро Победа обошлось 555 миллионов гривен, то есть фактически город потерял порядка 15 новых станций метро, если брать такую аналогию, то это 15 новых станций метро, я не говорю уже про трамваи, которые у нас ходят и так далее, коммуникации, то есть мы понимаем, что для города это колоссальный ущерб. Разные цифры связаны прежде всего с тем, что активисты, в отличие от следствия, проанализировали выделение участков не до 2010, а до 2016 года. Ведь схема ЖСК в Харьковском горсовете действует до сих пор. Как раз накануне на сессии было снова выделено 20 гектаров земли крупным застройщикам. Напрасно оппоненты Кернеса предупреждали своих коллег о том, что голосование может повлить за собой ответственность. Подконтрольное большинство, не задумываясь, нажало кнопки. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости.